Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о культуре Киевской Руси. Как мы с вами уже сказали, на Руси строилось множество городов, и все они имели очень похожий друг на друга план. В центре любого города находилась крепость, тогда она называлась Детинец, а в более позднее время ее названием было Кремль. В Детинце располагался двор князя и жили самое главное его приближенная, его дружина, и конечно же там обязательно находились склады и была церковь. Вокруг Детинца располагалась основная часть города, она называлась Посад, а в южных районах — Подол. Такое название появилось потому, что посадские кварталы располагались ниже крепости, то есть как бы под нею. В Посаде занимались торговлей ремеслом, там проживали ремесленники. Ремесленники одной профессии предпочитали селиться вместе. Так образовывались районы города, которые получили название Слободы. Слово «слобода» — это искаженное современное слово «свобода». Дело в том, что такие поселения ремесленников освобождались зачастую от налогов в обмен на то, что они выполняли какие-то функции для князя. Например, оружейники вместо выплаты налогов деньгами должны были поставлять князю оружие, а специалисты по металлообработке должны были ковать кольчуги и выполнять другие работы для князя и для княжеского двора. Таким образом, подавляющая часть населения древнерусского города проживала вне пределов стены крепости, и в том случае, если на город нападали враги, этим людям нужно было где-то укрываться. Они хватали своих детей, вели за собой скот, несли то имущество, которое считали нужным спасти от врагов, и устремлялись в крепость, ворота которой закрывались и начиналась осада города. Основная часть города таким образом после каждого набега врагов уничтожалась, но потом посад отстраивался вновь. Поэтому у нас нет достаточно четких представлений о том, как выглядели такие посадские строения, а вот стены некоторых крепостей и ворота кое-где сохранились. Самые известные ворота Киева — это золотые ворота. По их размерам, даже при том, что золотые ворота сохранились не в том виде, в каком они были построены во времена Ярослава Мудрого, мы можем судить о том, каким большим был Киев в XI веке. Начиная с XI века в каждом городе обязательно строились церкви. Считается, что первая из таких церквей была построена при Владимире I, который, собственно, и крестил Русь. Она получила название «десятинная церковь», ведь именно десятиной называли тот налог, который люди должны были уплачивать в пользу христианской церкви — десятина, то есть одна десятая часть или 10% своего годового дохода. Эта церковь, судя по всему, изначально была деревянной, но довольно быстро она была перестроена в камни и просуществовала несколько веков. При Ярославе Мудром было построено несколько крупных соборов. Самый известный из них — это тринадцатиглавый Софийский собор в Киеве. Несмотря на то, что он с течением времени был несколько перестроен, собор очень сильно пострадал во время нашествия татаро-монгол, он сохранился до наших дней, и мы можем представить себе, как выглядело здание, построенное почти тысячу лет назад. Через несколько лет после Софийского собора в Киеве Ярослав Мудрый построил такой же Софийский собор в Новгороде. Новгород не был столицей Руси. Главным городом, конечно же, был Киев. Поэтому Новгородский и Софийский собор — это сооружение гораздо более скромное. В нем не тринадцать глав, а всего лишь пять. Но благодаря тому, что Новгород избежал нашествия татаро-монгол, этот собор сохранился гораздо лучше, и сегодня мы можем представить себе, как в него входили люди XI и XII века. Безусловно, церкви строились и в других городах, но эти города вовсе не были такими богатыми, как Киев и даже Новгород. Поэтому подавляющее большинство церквей были деревянными. Кое-где все-таки строились каменные, но они до нас почти никогда не доходили. Этому очень не способствовало то, что Русь находилась под татаро-монгольским игом на протяжении двухсот лет. Впрочем, некоторые исключения существуют. В 1165 году Владимирский князь Андрей Боголюбский совершил набег на земли Волжской Булгарии и во знаменовании своей победы построил небольшую церковь, которая дошла до наших дней. Это известная всем церковь Покрова на Нерли. Эта церковь располагалась и располагается до сегодняшнего дня неподалеку от Владимира и совсем рядом с бывшей княжеской резиденцией в Боголюбово. Там располагался двор самого Андрея Боголюбского. Конечно, у Андрея Боголюбского не было столько денег, сколько было у Ярослава Мудрого. Поэтому построить собор ему наверняка было не под силу с финансовой точки зрения. Церковь Покрова на Нерли всего-навсего одноглавая, но даже в этом виде она позволяет нам представить себе, как внимательно князья относились к строительству подобных сооружений. Церковь Покрова на Нерли считается жемчужиной русской архитектуры еще и потому, что таких церквей до наших дней практически не дошло. Многочисленные потрясения, которые были в истории России начиная с XII века и заканчивая XX века, очень не способствовали тому, чтобы памятники архитектуры сохранялись до наших дней. Кроме архитектуры в Киевской Руси развивались и другие виды изобразительного искусства. Из Византии были заимствованы такие виды, как мозаика и фреска. Мозаика — это способ составления картинки из небольших кусочков цветного стекла, такое цветное стекло называется смальта. Именно в технике мозаики были выполнены изображения в Софийском соборе времен Гераслава Мудрого, и многие из этих изображений, несмотря ни на какие войны и разрушения, дошли до наших дней. Еще одним важным видом изобразительного искусства в Киевской Руси была фреска, так называют живопись по сырой штукатурке. Фреска довольно недолговечна, и поэтому такие изображения до наших времен сохранились не с эпохи Киевской Руси, а только от гораздо более близких к нам времен — XIV, XV, XVI века. Тем не менее известно, что первые фрески создавали византийские мастера, и довольно быстро славяне сами научились изготавливать такие изображения. Из Византии на Русь пришла и техника иконописи. Первые иконы и самые известные иконы были привезены именно из Константинополя. В разное время и при разных обстоятельствах они были подарены киевским князьям. Но от конца истории Киевской Руси до нас дошли и иконы, созданные русскими мастерами. Особенно активно в этом отношении была новгородская школа иконописи, которая продолжала работать даже во время татаро-монгольского нашествия на Русь. Такие иконы, как Святой Георгий, до сих пор хранятся в музеях и представляют собой образцы новгородского искусства. Но, как вы знаете, и эта техника пережила очень серьезный кризис в середине XIII века, когда на Русь напали татаро-монголы. Татаро-монгольское нашествие положило конец не только самостоятельному политическому существованию Руси, но нанесло и серьезный удар по культуре нашей страны. Об обстоятельствах этого нашествия и о том, каким образом татаро-монгольская ига была свергнута, вы узнаете из следующих уроков нашего курса. А наш разговор о культуре Киевской Руси на этом завершен. Спасибо за внимание.